Единый реестр малого и среднего предпринимательства. Для чего он создан, какие преимущества дает, узнала моя коллега Наталья Кислякова. Подробнее в следующем сюжете. Посмотреть единый реестр предпринимателей можно на сайте rmsp.nalog.ru. Если вас интересует конкретная организация, необходимо ввести ее название или данные предпринимателя. Удобный поиск покажет наименование субъекта, категорию, регион и дату включения в реестр. Преимущество, которое позволяет получить включение в данный реестр, это первое, конечно, государственная поддержка. То есть господдержка оказывается только тем, кто есть в едином реестре МСП. Также законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в госзакупках, например, могут участвовать определенные субъекты бизнеса, и они должны подтвердить свой статус. И подтверждается этот статус, в том числе и выпиской из единого реестра. В случае, если предприниматель отсутствует в реестре, необходимо уточнить, по каким причинам, и подать соответствующее заявление. Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, введен реестр и исключение таких сведений из него, осуществляется Федеральной налоговой службой. Исключается также один раз в год, 10 августа, по причине того, что предпринимателям не представлены, опять же, сведения о средней списочной численности рабочих, налоговой декорации, или представлены не в срок. Либо он перестал удовлетворять критериям малого и среднего предпринимательства, то есть установленных федеральным законом. То есть нахождение там, оно связано только, в первую очередь, со своевременной сдачей отчетности, налоговой отчетности и сведению о средней списочной численности рабочих. То есть это залог, скажем так, нахождения в этом реестре. Добавлю, во избежание негативных последствий для бизнеса стоит обеспечить включение информации о предпринимателе в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.